Здравствуйте! Бассейн БМ может быть выставлен на торги. Как сообщает коммерсант Приками, трехэтажное здание и участок земли под ним планируют выставить на публичные торги с начальной стоимостью в почти 146 миллионов рублей. Пермский краевой суд удовлетворил жалобу о Пермская финансовая корпорация. Компания принадлежит бывшему генеральному директору Лукоил Пермнефтепродукт Игорю Фомину. Как сообщает издание, господин Фомин выкупил долг в почти 60 миллионов рублей и через суд пытается вернуть его за счет продажи недвижимости. По данным коммерсанта, изначально комплексы и земля под ним находились в залоге у банка Урал-ФД, затем были неоднократно переуступлены, пока не перешли Пермской финансовой корпорации. По данным издания, нынешние владельцы бассейна пытаются не допустить торгов. Пенсионный фонд уволит более 9 тысяч сотрудников. Это примерно 8% работающих сейчас и в три раза сократит число территориальных отделений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ПФР. По данным фонда, сейчас в России функционирует 1500 отделений, к 2022 году их должно остаться менее 500. Как пояснили в прислужбе ПФР, такая оптимизация стала возможна благодаря цифровизации работы ведомства и запуску электронных услуг, в частности личного кабинета. Банкам запретят переуступать долги черным коллекторам, то есть тем, кто не включен в специальный реестр и работает нелегально. С такой инициативой выступил Центробанк. Сейчас кредиторы могут несколько раз переуступать задолженность, в результате чего конечный взыскатель может работать с нарушением закона. По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году ведомство получило 16,5 тысяч жалоб граждан на нарушение закона взыскания. Среди них порча имущества должника, угрозы, в том числе причинение вреда здоровью, непристойные выражения. 38% жалоб касались деятельности МФО. 35% включенных в государственный реестр коллекторов. 15% банков. В феврале пермики чаще всего летали в Москву, Санкт-Петербург, Ничанг и Игуа. Эти города стали самыми популярными в прошлом месяце. Также, по данным прислужбы аэропорта Перм, горожане активно путешествовали в Сочи, Паттаю, Дубай, Казани и Новосибирск. За первые два месяца 2018 года жители Перми в основном перемещались внутри страны. Почти 90% от общего пассажиров летали внутренними рейсами. Международными перелетами воспользовались более 21 тысячи человек. Это на 11% больше аналогичного периода 2017 года. В целом, в январе-феврале пассажиропоток Пермского аэропорта составил 193 тысячи человек. Это на 19% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Ну и в продолжении летной темы накануне стало известно, что прямого перелета из Перми в Душанба все же не будет. Перевозчик уральской авиалинии принял решение полностью закрыть рейс. Как мы сообщали ранее, авиационные власти Таджикистана не подтвердили разрешение на полеты по этому маршруту. Курсы валют на 22 марта. Доллар 57 рублей 49 копеек, евро 70 рублей 56 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.